Эти люди привыкли оставаться в тени, а потому немногие организаторы выставки присутствовали на её открытии. Всё представленное здесь – результат многолетнего труда творческих личностей с золотыми руками живущих театром. Работал очень большой коллектив. Это и художники, и дизайнеры, и фотографы, и пошивочная мастерская, пошивочный цех. В общем-то, трудно даже и электрики, и столеры, и плотники. То есть весь практически коллектив работал. Но руководил, конечно, вот на этот раз руководил группой, работой группы художник Александр Ильич Плинт. Я стараюсь всё время делать для себя хорошо. И если я делаю хорошо и кому-то нравится на сцене, значит мы, как я даже говорил, мы в одной тональности со зрителем. И когда эта тональность совпадает моя личная как сценографа художника с тональностью в зале, тогда получается полный уикенд. Жизнь театра изнутри. В зелёном зале есть почти всё, что так интересует любопытного зрителя. Макеты декораций, реквизиты к спектаклям, афиши, репетиционные моменты в фотографиях, предметы бутафории и самые разнообразные костюмы. Этим серебристым крыльям не судьба оказалась быть расправленными на сцене. Их изготовили в специальных спектаклях Жанна Орлеанская, но вскоре было принято решение сделать для героини другие крылышки, более пушистые. А на эти царские накидки в 1988 году костюмеры потратили несколько тысяч самых разнообразных украшений. Народная артистка России Наталья Королёва помнит эти исторические наряды. Их надевали к постановке «Царь Фёдор». Это так талантливо, это произведение искусства, и поэтому я сегодня в таком отличном настроении. Мне кажется, что такой подарок хороший к дню театра. Заглянуть в театральное закулисье можно в антракте или перед началом спектакля. Светлана Дощечкина, Константин Синицын. Новости сейчас.